В разгаре трудовой семестр. Студотрядовцы со всей Брестской области начали работу на областной молодежной стройке в деревне Большие Диковичи Пинского района. Рядом с высококвалифицированными работниками строительной отрасли молодежь трудится на значимых объектах. С подробностями Анна Янович. В 2022 году на территории Пинского района была объявлена областная молодежная стройка. Этот статус в апреле присвоили свиноводческому комплексу на 24 тысячи голов от корма в год с фермой-репродуктором и фермой от корма в деревне Большие Диковичи Пинского района. К строительству масштабного стратегического сельскохозяйственного объекта активно подключились студенческие отряды Брестской области. Ребята Брещины не только активно подключились к реализации студенческого движения на территории Брестской области, но и на территории всей нашей республики. Активно трудились на республиканской молодежной стройке, мемориальный комплекс «Хатынь» в составе 12 человек, где очень хорошо себя зарекомендовали и тем самым продлили свою трудовую деятельность там и, так сказать, задержались еще на недельку на республиканском объекте. На настоящее время более 3000 студенческих отрядов уже отработали в качестве студотрядов, активно принимают участие и развиваются. Это педагогические отряды, строительные, сервисные отряды. Но еще до конца года есть время, и мы активно, так сказать, занимаемся данным направлением и надеемся, что еще максимально трудоустроим ребят. Ведь их рациональное времяпровождение, их досуг – это, безусловно, важно. И основная задача не только нас, как первого региона, но и всей республики в целом. Студент Брестского государственного технического университета Егор Терешко назначен командиром студотряда «Мужество». Для него, как и для его однокурсников, будущих специалистов гражданского и промышленного строительства, участие в строительстве этого объекта – это не просто возможность заработать денег во время летних каникул, но еще и колоссальный практический опыт, своего рода производственная практика. Если мы выйдем просто на практику, на стройку после университета, мы особо ничего знать не будем. А такие мероприятия, они, как раз таки, даруют возможность приобрести какой-то опыт и понятие о самой стройке. Сегодня сказали, что будем ставить опалубку и делать стяжку. Прямо этого завтра надо будет еще залить бетонную подложку и это все утрамбовать, отшлифовать. Весь август ребят ожидает серьезная работа, на которую их уже настроил начальник Ивацевичской ПМК-11, объединение Брест-Облсельстрой Леонид Снарский. Я в свое время был студентом и прошел через два или три студенческих отряда. И считаю, это очень хорошая школа, школа жизни, школа учебы, опыта. И поэтому ожидаю от этого студенческого отряда буквально час тому назад, полтора, я с ребятами беседовал, примерно в таком же, такие же вопросы задавал, что они ожидают, что это. И настраивал ребят на то, что сегодня здесь они не убирать мусор, сегодня они должны получить серьезную школу трудовую, пройти. Это им очень здорово, как и мне в свое время, пригодится в жизни. Студенческие молодежные отряды – это еще и хорошая подмога строителям. По словам специалистов, на объектах сегодня не хватает рабочего класса. Не хватает и на данном объекте, а задачи стоят очень серьезные. До конца года ввести этот объект, и работы полно. Специально сегодня, к этому дню, к началу ихнего трудового семестра, пригласил сюда на работу опытного бригадира, который лучше других, что ли, разбирается с тем, чтобы он с ними дня три-четыре, выразимся так, поднатаскал, провел обучение, чтобы они быстрее втянулись. Лично сам сегодня здесь присутствую, именно с той целью, чтобы как-то ребят настроить на работу. А на второй строительной площадке будущего свиноводческого комплекса трудятся студенческие отряды, сформированные из учащихся учебных заведений Пинска. Они также с удовольствием откликнулись на участие в областной молодежной стройке. Как только мы узнали, что в Пинском районе объявлена Брестская молодежная стройка, среди наших учреждений образования мы дали клич среди ребят, кто хотел бы поработать в рамках трудовой занятости нашей молодежи, в рамках студенческих отрядов. На нашу просьбу откликнулись такие учреждения образования, как Аграрно-технологический колледж, Аграрно-технический колледж имени Клещева и колледж легкой промышленности. Ну и, конечно, начали проводить работу с ребятами, создавали студенческий отряд, они проходили соответствующую медкомиссию по направлениям и вот благополучно приступили к работе на объектах СПМК-33 и СПМК-35. Полно заняты, сегодня их полный день, рабочий день с 8 до 5 часов до 2 обеда, работают они полностью весь август месяц, с 1 по 26 числа. Учащийся Пинского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности Дмитрий Максимович отдохнуть этим летом уже успел, а потому использует работу в студотряде, как отличную возможность заработать собственные деньги. Работать сюда устройство, как подработка на лето, на месяц получается. Ну, чтобы заработать денег и все, ваше счастье. Общается, колледж предложил, вот студотряд, и я согласился. Я уже наотдыхался, так сказать, так что надо денег зарабатывать потихо уже. А на что будешь зарабатывать? Ну, ноутбук хочу себе купить, получается. И все. Ну, я же на программиста, получается, учусь, мне нужно. На этой площадке строительные работы уже завершаются. Объекты готовят к открытию, потому что дотрядовцев привлекают к вспомогательным работам. Заканчиваем устройством костей под навозохранилища, ну, то есть для хранения навоза. Ну, уже практически сделано 95% этих работ. И ребятки молодцы, стараются. Ну, хотят же получить немножко денежек. Мы их не допускаем на высоту. В основном работают на земле. Уборка, планировка грунта, подноска материалов. Работая плечом к плечу с профессионалами, молодые люди не только перенимают опыт высококвалифицированных работников строительной отрасли, но и берут на себя ответственность за качество труда. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова